Здравствуйте! Вы смотрите программу Космонавтика. Флагману Космического приборостроения, научному институту точных приборов, 60 лет. Система Курс, разработанная в институте, дает возможность ювелирной стыковки с МКС. Точность, вежливость не только королей, но и принцип работы знаменитого НИИ. В созвездии Рака найдена еще одна экзопланета. По размерам напоминает Землю. Вся планета окутана горячим паром и вряд ли пригодна для обитания. Многие ученые склоняются к мысли, что благоприятные условия жизни на Земле созданы искусственно. Открытые экзопланеты находятся недалеко от нас. Всего 41 световой год. Вот этот шарик, это та самая планета. Я ее раскрасил в два цвета не случайно. Дело в том, что эта планетка обращается очень близко к своей звезде. И постоянно демонстрирует ей только одно свое полушарие. На одном полушарии всегда день, а на другом всегда ночь. И Солнце там никогда не восходит. Там, где день, звезда нагревает поверхность планеты почти до 2000 градусов. Находить планеты у других звезд стали всего пару десятилетий назад. Сегодня открытых экзопланет уже около 800. Однако наша Солнечная система особенная. Здесь будто специально создавались условия, чтобы в итоге появился человек. Планеты Солнечной системы движутся по почти круговым орбитам. То есть не приближаются сильно к звезде и не удаляются от нее. А значит, условия на них стабильные. Ну вот у нас на Земле, благодаря этой круговой орбите, миллиарды лет уже поддерживается температура, практически не отличающаяся от нуля градусов по Цельсию, да, плюс-минус 30. Как раз благоприятная для жизни. А это уже модель большинства открытых планетных систем. Принцип матрешки. Звезда потом, самая большая планета, затем меньше и меньше. В нашей Солнечной первым отсветило вращается крохотный Меркурий, а гиганты вроде Юпитера и Сатурна в середине списка. Еще одно уникальное свойство Солнечной системы. По-научному низкая энтропийность. В физике есть такие законы, законы термодинамики, что тела стараются растратить свою энергию. Ну и вот, как правило, те тела, которые мы встречаем у других звездных систем, звездно-планетных систем, они находятся в состоянии, когда они бешено растрачивают эту энергию. А вот Солнечная система как-то успокоилась, нашла наиболее устойчивое состояние. И вот в таком состоянии она пребывает очень долго. Исключительность нашей системы, полагает астрофизики, надо искать в самом начале, когда Солнце и планеты только зарождались. А это 4,5 миллиарда лет назад. Было какое-то гигантское протопланетное облако, которое сжималось, в центре образовалась звезда, из остатков образовались планеты. В процессе участвовали соседние звезды, которые иногда взрывались, создавали толчки. И все это приводило к тому, что в какой-то момент вот эти протопланетные диски, протопланетные тела оказывались в нестандартных условиях. И вот, скорее всего, наша Солнечная система — это результат какого-то нестандартного процесса. Однако и это лишь гипотеза. Выдвигать же фантастические версии не в правилах ученых. И все же удивительно, миллиарды звезд, а столь благоприятные условия для жизни, сформировались лишь в Солнечной системе. Неужели человек — венец случайностей? А может, люди — это звено гигантской природной цепочки? И точно так же, как мы наблюдаем за жизнью вот этих рыбок, за нами тоже кто-то подсматривает и изучает. Если английский считается языком бизнеса, французской культуры и дипломатии, то русский по праву называют языком космоса. Сегодня все астронавты перед полетом на Российском Союзе изучают язык Пушкина и Гагарина. Все началось 45 лет назад с программы «Интеркосмос», благодаря которой на орбите побывали космонавты из дружественных Советскому Союзу стран — Чехословакии, Польши, Кубы и даже Монголии. Тогда в странах соцлагеря русский язык изучали со школьной скамьи. Никогда не бывает так, чтобы я не вспомнил про нас с Алексеем Губарем, про наш полет, про дружбу, про сотрудничество, про прекрасное время, которое мы провели, как сегодня кажется, хотя тогда было трудновато. В 1995 году Норман Таггард стал первым американцем, полетевшим в космос на российском корабле. А русский язык стал обязательным в подготовке астронавтов. Астронавту НАСА Майклу Финку повезло. Еще в 90-х он по программе обмена студентами защитил диплом в МАИ. Там и заговорил по-русски. Я думаю, что если человек знает много языков, это лучше, что мы, это связь лучше, и мы можем работать вместе. И это мое счастье, что я работаю с российскими коллегами и на Земле, и в космосе. Однако многим астронавтам языковой практики в Центре подготовки космонавтов не хватало, а в Америке занятие по-русскому не проводилось. Самое сложное для меня было русский язык, к сожалению. Вообще все трудно, но грамотика совсем другое, чем английский. Это трудно. Однажды астронавт НАСА приобрел у себя на родине аудиокассету, которая должна была научить его основам русского литературного языка. Так ему сказали. Американец послужил кассету, но понял не все. Да и толкования большинства терминов в словарях не нашлось. Я говорю, слушай, ты что-то не ту кассету взял, ты где его нашел? Такого литературного русского языка в России не сыщешь. Оказалось, астронавт купил аудиозапись с русским матом и хотел приветствовать российских космонавтов во время стыковки шаттла с МКС на языке Пушкина и Гагарина. Сюрприза, который мог вылиться в международный скандал, не получилось. А что касается, если вот к французам обратиться, все они русский язык знают прекрасно. У некоторых даже жены русские. Это моя скафанда. Я использую это, когда мы идем в космосе. Русский язык лучше всего изучать в семье, полагают некоторые астронавты. Так решил и итальянец Пауло Несполе. При подготовке к полету в звездном городке он познакомился с Александрой Ябовой и предложил ей свое сердце. Когда не хватает слов, супругам помогает язык жестов. У нас есть знак потрясающий. Мы научились его показывать все. Мы учим Софию языку жестов. И мы узнали этот язык, жест «Я тебя люблю». «Я тебя люблю». После завершения программы шаттлов для астронавтов, пересевших на Союзы, организованы языковые курсы. Отныне астронавты будут учить русский язык не только в подмосковном звездном, но и в центре Джонсона, в Хьюстоне. Космос все чаще говорит по-русски. Привет, привет, Саш. Привет, привет, Саш. Как дела? Очень хорошо. Отлично. Московские выпускники вновь мечтают стать инженерами и космонавтами. Это официальные данные столичного департамента труда и занятости. Выпускниками движет не только романтика. Именно в космонавтике и ракетостроении появляются высокие технологии. Здесь работать стало модно. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова